ребятки всем привет сегодня очень солнечная погода скоро 14 февраля день святого валентина праздник любви трепета и нежностей я думаю что многие из нас уже сейчас задаются вопросом что же подарить любимому человеку всем нам знакома эта ситуация когда ходишь по магазинам в поисках самого-самого лучшего подарка который подражал все твои мысли все твои чувства он никак не можешь найти поэтому я считаю что лучший подарок это подарок сделаны своими руками сегодня я хочу научить вас делать вот такую вот диайвай баночку с признаниями которые вы можете сами написать такого подарка вы точно нигде не найдете я думаю что вашему любимому человеку будет безумно приятно получить такой подарок потому что он будет знать что вы сделали вы своими ручками вложили всю свою любовь и весь свой труд для этого диайвай нам понадобится стеклянная банка и немного вашей креативности ключевые элементы здесь это плотная цветная бумага ножницы скотч супер клей и декорации на ваше усмотрение для начала берем фон для нашего коллажа я например использую золотистую блестящую бумагу и измеряем длину и ширину пласта имейте ввиду что когда вы измеряете ширину по окружности нужно брать на пару сантиметров меньше так как мы будем коллажа совать внутрь а стекло как мы знаем имеет свойство увеличивать теперь мы это дело все вырезаем и начинаем составлять коллаж из имеющихся фотографий используйте свое воображение пробуйте разные варианты распределения фотографий когда уже будете на сто процентов довольны результатом приклейте фотографии на бумагу клеем или двухсторонним скотчем примерим калаш внутри банки при необходимости избавимся от лишнего бумага которую я использовала тоненькая нам нужно чтобы форма держалась поэтому я приклеила калаш на картон и если вы используете более плотную могу то просто сверните в рулон и аккуратно протолкните в баночку теперь внутри баночки нам нужно соединить скотчем два конца коллажа а также прикрепить его в банке изнутри чтобы не болталась сюда-сюда если у вас есть цветной скотч то используйте его а если нет то можно аккуратно закрепить прозрачным закрепим скотчем по окружности сверху тоже должно получиться что-то вроде этого ну а теперь приступаем к записочкам берем цветную бумагу или картон и режем на маленькие кусочки я разделила их тематически по цветам и на одном написала признание на другом пожелание на третьем приятные воспоминания теперь мы будем убрать каждую записочку и аккуратно заворачивать ее в сверточек обвязать можно веревочкой ниточкой или канцелярскими резинками я обвязывала свои мини-письма тоненькой веревочкой потому что мне кажется это придало им особый старомодный романтицизм закидываем сверточки внутри баночки если вам покажется что вы недостаточно заполнили банку то всегда можно дописать еще несколько записок можете оставить вашу баночку так можете добавить декорации на ваш вкус можете до украшать вырезками ленточками наклейками и стразиками всем чем захотите я например вырезала сердечки из бумаги приклеила сверху на крышку вау смотрите как красиво получилось даже лучше чем я ожидала я уже делала подобный подарок своей маме несколько лет назад на день рождения баночка была поменьше из подсоленьев там не было такой интересной крышечки там была простая железная закрывашка на которой я сверху прикрепила кусочек ткани и завязала это все бантиком вместо ручного коллажа с фотографиями я вставляла туда распечатанный коллаж который я сделала предварительно на компьютере а внутрь маленькие бумажки свернутые резиночками и там было ровно столько бумажек пожеланий признаний сколько дней я была вдалеке от мамы чтобы на каждый день могла читать ставьте лайк если вам понравилась идея и понравилось видео и вы будете делать эту баночку пишите в комментариях внизу если вы уже не сделали а также напишите как ваш любимый человек отреагировал мне очень интересно узнать я вас очень сильно люблю и желаю всем очень много любви замечательного времяпровождения с вашими близкими и добра люблю вас